О диверсификации экономики у нас в стране говорят довольно часто. Касается это в первую очередь сырьевой отрасли. Глава государства не раз говорил о создании условий для развития зеленой экономики и возобновляемых источников энергии. Смогут ли зеленые технологии стать альтернативой для инвестиций, обсудим с партнером Центра стратегических инициатив Женебеком Байдулой. Женебек, здравствуйте. И первый вопрос. Хотелось бы узнать, насколько зеленые проекты перспективны для инвестиций в нашей стране? В последнее время в Казахстане это очень перспективно. Я считаю, здесь нужно отметить два таких очень важных момента. Прежде всего, это банковский сектор. Как известно, банки никогда не финансируют проекты, которые не имеют какой-либо рентабельности. То есть у них наиболее совершенная система оценки рентабельности проекта. И здесь приходит на ум именно пример ЕБРР, абсолютного лидера, я бы сказал, в привлечении зеленых инвестиций в стране. Европейский банк реконструкции и развития запускает уже второй этап, ГЭФ-2, так называемый. То есть 150 миллионов долларов для поддержки, это как кредитная линия для банков второго уровня, для поддержки зеленых технологий из специального селектора, которые банки второго уровня смогут реализовывать среди населения. То есть все, кто хочет, допустим, воспользоваться кредитом, воспользоваться новой технологией именно в зеленой экономике, могут обратиться в банки, получить этот займ и потихоньку возвращать эту сумму и при этом получить конкретную выгоду. То есть банки продолжают инвестировать в эту отрасль, как я уже сказал, ЕБРР абсолютный лидер, и банки второго уровня очень активно в этот процесс вовлекаются. Это, я считаю, один из основных таких показателей перспективности развития зеленых проектов в Казахстане. И второе, я считаю, глобальный такой большой тренд, это ESG. За буквально последние 3-4 года это стал таким очень большим глобальным трендом. То есть поясню, что раньше, если возобновляемую энергетику, зеленую экономику, это все поддерживало больше государства в разных странах мира, то сегодня это превратилось уже в некий такой большой тренд. То есть компании сейчас понимают, что с реализацией ESG-принципов, они на самом деле не только, это экологично, да, это не только с точки зрения гендерного равенства, это справедливо, но это еще и выгодно. То есть один из таких очень интересных примеров, это то, что по рейтингу Standard & Poor's 500 наиболее крупных компаний мира опубликовали, 92% из них опубликовали отчет об устойчивом развитии. То есть это говорит о том, что интерес к ESG очень большой на самом деле. Однако, Женя Бек, сейчас наблюдается общемировая рецессия. Инвесторы уходят с сирсковых активов. И есть ли будущее у зеленых проектов в нашей стране и в том числе и в мире? Да, как раз таки эта рецессия наблюдается в тех проектах, где ESG не является основным приоритетом развития. То есть в секторах, где присутствует устойчивое развитие, в тех секторах, где акционеры позаботились, ну, скажем так, члены правления позаботились о том, чтобы наладить связь с общественностью, презентовать свои, так скажем, планы по развитию, устойчивому развитию, они имеют гораздо больше шансов на то, чтобы оставаться на рынке и оставаться как раз таки привлекательными с точки зрения инвестиций. И здесь как раз мы наблюдаем картину, когда эти инвестиции с неустойчивых проектов уходят в именно сектор зеленой экономики. Женя Бек, а проекты по ВИА в нашей стране, какова ситуация на сегодняшний день и какие перспективы? Ну, на сегодняшний день доля возобновляемой энергии в казахстанской энергосистеме составляет 3%, то есть по итогу вот уже первого полугодия мы получили цифру 3,03%. И перспективы таковы, что вот последний раз президент поднял ставки, так скажем, и поставил план к 2030 году достичь 15% доли ВИА в энергобалансе страны. И в этой отрасли происходит очень много нового, да, то есть очень много изменений. Рынок претерпевает очень такие довольно большие изменения благодаря именно вот инициативам как со стороны государства, так и общества. И Казахстан также намерен к 2060 году декарбонизировать экономику. Как можно этого достигнуть? Ну, прежде всего, в стратегии наши эксперты прописали очень точечные, конкретные предложения по снижению и декарбонизации именно сферы энергетики, так как она является основным загрязнителем экологии. И, то есть, это прежде всего, конечно, сокращение доли выработки электроэнергии с угольных электростанций, это увеличение газовой генерации, конечно же, возобновляемой энергетики. И в сфере транспорта это прежде всего развитие общественного транспорта, развитие так называемых электрокаров, да, то есть развитие более устойчивого транспортной экосистемы. Доступны ли будут они для нас, для рядовых казахстанцев? Я думаю, что в ближайшее время – да. Жанебек, спасибо вам большое за ответы.